Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я уже изготавливал неоднократно такие нимфы, но вопрос возник в том, что у некоторых там проблемы и с перьями, и с другими материалами. Я хочу показать вам обыкновенную нимфу, которую можно изготовить, имея на минимальное количество материалов. Значит, тело можно изготовить из чего угодно, можно из даббинга, но, допустим, у меня имеются остатки вот такого пера, охотничьего фазана. Я буду изготавливать из него. Я изготавливаю нимфу для конкретной рыбалки, то есть не на больших глубинах, поэтому я использую крючок фирмы, вот этой номер 16. Прокатал, сделал вот такую огрузку свинцом, можно медной проволокой. И теперь будем крепить наши материалы. Для тела я, как уже говорил, я взял вот три перышка охотничьего фазана. Сразу, допустим, я не креплю, проходим до линии загиба, так как мы тело будем изготавливать из этого же материала. В этой точке я делаю небольшой вот такой вот шарик, чтобы потом можно было развести мои бородки. Длина хвостика должна равняться длине нашего тела. Приложили, вымерили, удерживаем и притяжной петлей подтягиваем в одной точке наш хвостик. Теперь, для того, чтобы их развести и чтобы они были у нас приподняты вверх, я беру вот через ноготок, подтягиваю вот так вот перышко. Все, они у меня уже приподняты. Теперь остается только лишь их разделить и развести лучками. Это мы сделаем, можно потом, но я не буду сейчас тратить время, я в паузе это сделаю. Теперь нам необходимо с вами закрепить материал, который мы будем сегментировать. Я беру буквально вот, как обычно я вам уже показывал, тот люрекс, который я обычно использую. В одной точке я его подхватил. Теперь я переламываю свое перо, чтобы потом формировать тело. Довожу до хвостика и теперь очень аккуратно, стараемся не сильно нарушить, но обязательно сгладить вот эту ступенечку ниткой, которая у нас образовалась, промотать. Что касается самого тела, как я уже говорил, если вы будете изготавливать из даббинга, то можно эту ступеньку и не подравнивать. Вот так нам будет достаточно. До самой грудки желательно подравнять, чтобы у нас было вот такое коническое тело. Подравняли тело и теперь я беру буквально немножечко, наношу клея, так как чтобы перо у нас достаточно крепко держалось и долго служило. Перевожу нить к головке и теперь очень аккуратно, стараемся не порвать наше перо, начинаем выполнять обмотку. Подравняли тело и теперь я беру буквально немножечко, наношу клея, так как чтобы перо у нас достаточно крепко держалось и долго служило. Перевожу нить к головке и теперь очень аккуратно, стараемся не порвать наше перо, начинаем выполнять обмотку. Вот мы с вами, друзья, изготовили вот такое тело, как вы видите, просегментировали его, развели хвостик и я закрепил кусочек от обыкновенной резинки, которая от медицинской перчатки. Также можно, если у вас имеются какие-либо, допустим, наборы специально для изготовления, вот продаются фирмы Хэнс, пожалуйста, можете использовать. Но, учитывая то, что мы с вами можем спокойно еще и заменить на вот такой кусочек полиэтилена, то есть выбора у вас будет для изготовления, не имея материалов, больше чем достаточно. Теперь, что мы дальше делаем. Мой друг Алексей говорит, что у него очень много кролика, но практически нет пера. Я ему предложил вот такой вариант, который мы сейчас с вами рассмотрим. Это достаточно эффективен и хорошо работает. Я беру небольшую вот такую щепотку. Желательно взять коричневого, зеленого, черного. Ну, в крайнем случае можно взять серого. Поэтому мы берем щепоточку меха, сразу его отрезаем у основания и нам необходимо с вами полностью, вот насколько у нас получится, вот так выбрать и поломанные волоски, и убрать тот подшерсток, который у нас имеется. Не выбрасываем, так как это часть нашего хорошего даббинга, что нам с вами всегда пригодится. Аккуратненько это все убрали, перебрали. У нас должна с вами выйти вот приблизительно вот такая кисточка. Как я уже говорил вам, желательно, конечно, ее в ступку. Но многие тоже жалуются, что и ступка, и все остальное. Вот я из двух гильз охотничьих. Не имеет значения, подберете по калибру, они подбираются. Вставляю вовнутрь, закрываю свое приспособление и начинаю постукивать вот так это все подравнивать. То есть мы обходимся без ступки. Даже если у вас не будет по каким-либо причинам второй гильзы, можно в одной гильзе это все изготовить. И вот, как вы видите, вот я подтащил и покажу вам. Наши волоски все выровнялись. Для чего это необходимо? Мы с помощью вот этого меха с вами сейчас будем изготавливать и лапки. И это все у нас пойдет на изготовление грудки. Короткие волоски, те, которые вот такие подломленные, мы убираем. Теперь должны с вами выбрать определенную длину лапок. Приблизительно вот такого количества мне будет достаточно. Я беру, удерживаю в одной руке, вот так. Эту часть отрезаю. Количество подберете для себя экспериментальным путем. Теперь я взял, расщепил нить обыкновенной даббинговой иглой. Как я уже неоднократно показывал, вот у меня есть прорезь, которая совпадает центру тяжести. И спокойненько она у меня вот так держится, никуда не переламывается и удерживает мою нить. Вкладываем теперь в нашу расщепленную нить. Поддерживаем немножко вот так пальцем. Теперь подводим весь мех на палец. И аккуратно начинаем с вами теперь распределять эти бородки. Если мы это будем делать на весу, сами понимаете, нитка будет крутиться, а в таком положении мы уже спокойно, без всякого напряга, можем распределить ровно так, как нам надо. Равномерно, никуда не торопимся, так, чтобы не было комочков, друзья мои. Теперь, вот я распределил и сильно выступающие волоски. Я спокойненько вот так задвигаю и еще с этой стороны подравниваю, сколько мне, допустим, необходимо. Опускаю катушку вниз. И процедура вам уже понятна. В любую сторону, в какую вам будет удобно, прокручиваем нашу катушку. И у нас образовался вот такой хороший, симпатичный ёршик. Не отпускаем нашу прокрученную нить. Теперь, смотрите, все бородки, которые вот будут ложиться, сделали первый оборот. А теперь берем вот так вот их слегка убираем как бы назад. Вот так подравняли. В одной точке большого количества оборотов не надо выполнять. И теперь, как я вам, друзья мои, говорил, мы берем теперь вот тот остаток, который мы с вами под шерсткой вычислили. Я уже неоднократно вам показывал. Я использую вот такой клей-карандаш. Промазали нашу нить. Если у вас нет церковной свечки. Хотел показать, вот вам такая вот церковная свечка подойдет, которая большее количество воска. Или же, повторюсь, вот это у меня кусочек настоящей хорошей вощины. Промазали клеем нашу нить, чтобы дабинг хорошо лег. И теперь самое главное, чтобы мы могли мелкими вот такими порциями, чтобы не было нагромождения материала, закрепить его на нашей нити. Количество и величину вы уже будете регулировать для себя, друзья мои, сами. Чтобы не попали наши бородки, которые мы с меха начесали, я беру, слегка увлажняю пальцы и вот так вот их увожу назад. И теперь оставшуюся вот всю эту часть, которая у нас не покрыта свинцом, формируем хорошую дабинговую грудку. Добавим еще немножко меха. Как вы видите, у нас вышла достаточно хорошая и пышная грудка, чтобы не было, допустим, каких-либо проблем при дальнейшем изготовлении. Я обычно всегда беру, слегка вот подровняю мех, заодно я его разделю на две равные половиночки, так как мы сверху будем с вами закрывать пленкой. И теперь берем нашу пленку, следим за тем, чтобы наш мех не попадал в колечко. Удерживаем пленку, удерживаем пленку, резинку, ну, ведь тот материал, который у нас будет. И теперь уже здесь с вами выполним завершающий узел и изготовим головку. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, достаточно мелкая мушка, которая с успехом работает практически по любой белой рыбе, без исключения. И я не думаю, что достаточно здесь какие-то сложные материалы. Все можно заменить. Я взял снизу все бородки, которые мне мешали, меха подрезал, подровнял мои кончики лапок, имитацию, которую мы изготовили. Капнул капельку лака на головку и в то же время подкрасил коричневым фломастером нашу резинку, медицинскую перчатку и буквально капельку лака нанес на это, на чехольчик. Вот и все. Пробуйте, экспериментируйте. Цвета достаточно хорошо работают. Оливковый, серый, коричневый, зеленый. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...